Сегодня, в день начала сезона, мы начинаем репетиции нового будущего спектакля по книге Дины Сабетовой «Там, где нет зимы». Спектакль должен продолжить наш цикл спектаклей, условно называемые, все определения условны, спектакли для семейного просмотра. Это не детский спектакль, это спектакль, который могут смотреть взрослые с детьми. Мы долго думали, выбирали, решили уйти от сказки, от Андерсона, но от чего-то, что все-таки привычное, чему наш театр тоже отдал дань, и попробовать то, что делается редко, существить спектакль по современной просьбе. Это очень неплохая, если сказать, хорошая, грустная и очень содержательная история. Ставит спектакль Яна Тумина, режиссер довольно известный. В Петербурге мы давно пытались организовать встречи театра с ней и художник спектакля Эмиль Капелюш. То есть, если Господь позволит, то в 20-х числах декабря мы должны сыграть премьеру спектакля. Параллельно мы будем продолжать работу над братьями Карамазовыми. Это очень непростая история. Если что-то будет получаться и собираться, то в середине апреля мы хотели бы, надеемся сыграть, или хотели бы сыграть премьеру спектакля. Мы продолжим работу над поэтическим вечером. Мы решили внести в репертуар поэтический вечер. У нас есть задел, и для этого Валерий Николаевич Грандеев давно сочиняет. Мы даже играли вне театра, меняя отчасти содержание. Но это очень насыщенная, замечательными стихами история. И у меня есть ощущение, что сегодня новому зрителю, новому слушателю снова возвращается интерес к стихам, как снова возвращается интерес к музыке. Вот мы, а поскольку мы интерес к стихам никогда не теряли, мы решили сделать и это. На малой сцене мы продолжим наш цикл спектакля-исследования «Донесу Димы будете». Буквально под занавес сезона, буквально в предпоследний день сезона мы выпустили, родили спектакль «Кровь книги.флабер». Я рекомендую его посмотреть и в него вдуматься. Нас действительно очень интересует тема взаимоотношения творца и тех, кто его творчество воспринимает. Не автора и власти, как часто кажется, а именно автора и общества, автора и каждого отдельного человека, в том числе и других творцов. Это очень непростая тема, на которую мы привыкли смотреть очень однозначно и не вдумываться в нее. Сейчас мы определяем следующий предмет исследования. Все-таки огромный роман с огромным количеством линий, истории внутренней. Это роман огромного количества проблем, поэтому то, чем мы занимались до этого, у нас даже в расписании репетиции писалось не репетиции братьев Карамазовых, а изучение братьев Карамазовых. И мы договорились, что мы изучаем эту, в общем, большую книгу, погружаемся в нее и пытаемся понять, есть ли у нас те вопросы, которые мы имеем право задавать никому-либо, а Достоевскому. Это не так просто. Поэтому, может быть, сегодня, может быть, можно сказать, что этап изучения с тем или иным эффектом миновал. И в этом сезоне мы действительно приступаем к репетициям будущего спектакля. Хотя, опять-таки, мы репетировали «Бесы» когда-то три года, и до последнего дня не могли сказать, что они состоятся. Если бы тогда было безденежное время, государство, это был 90-й год, не могло помогать театру. Поэтому нам пришлось заключить договор с фестивалем Броншвеги, и нам некуда было деваться. Мы должны были сыграть этот спектакль, иначе нас бы сильно оштрафовали. Вот если бы нет, может, мы бы его еще до сегодняшнего дня не выпускали, а все репетировали, репетировали, репетировали. Вот это похожий процесс происходит с Карамазовыми. Будем надеяться. Конечно, нас ждут путешествия. Когда-то сегодня начинается 75-й сезон. Это, в общем, как говорят современным языком, не слабо. 75 лет назад Ленинградский областполком издал приказ об организации передвижного областного малого драматического театра. Вот сегодня мы не областной уже театр, но передвижным мы и остаемся. Поэтому нас ждут, продолжают ждать путешествия. А давай до Ньюбла с ним, как всегда, в декабре сыграем в городе Кириша нашу очередную премьеру. В октябре мы едем в Азербайджан, в Баку играем Чехова. В марте мы должны совершить довольно дальнее путешествие в Австралию, в город Аделаида, чтобы сыграть. Три сестры, мы уже трижды были в Австралии, в том числе и в Аделаида. Вот приходится это сложное путешествие, придется, наверное, лететь четвертый раз. А в апреле-май, в апреле, переходя в май, мы должны играть в Китае дядю Ваню и братья и сестры. Все это Шанхай, Харбини и Пекине. И, наконец, если, опять же, ничего не случится и судьба нам будет покровительствовать, то где-то в мае-июне нас ждет Лондон, в котором мы сыграли в позапрошлом году «Жизнь и судьбу» и дядю Ваню, в прошлом году «Три сестры». И мы хотим, и англичане хотят завершить нашу чеховскую трилогию, и мы должны показать «Вишневый сад». Если все это по разным причинам не отменится, мы живем, как называется, в меняющемся мире постоянно. Но вот планы довольно обширные. Мы ведем переговоры очень серьезные с Александром Николаевичем Сокуровым о том, чтобы ближе к концу сезона начать репетиции условно-музыкального спектакля по мотивам дамы с камелиями, дам тире травиаты Верди, с использованием музыки Верди и так далее. А Александр Николаевич проявляет большой энтузиазм. В конце прошлого сезона я сказал бы, что мы договорились и точно будем это делать. Сегодня возникли некоторые личные обстоятельства Александра Николаевича, и мы договорились о такой формулировке для публичного заявления. Хочется, чтобы он, прежде всего, очень большой режиссер и огромная личность, и хочется, чтобы мощь этой личности как-то влилась и соприкоснулась с нашим театром. Он тоже всячески волнуется, что, конечно, он кинорежиссер, но у него есть театральный опыт, и несколько лет назад он поставил небольшой, но очень интересный спектакль. В Италии, в России, к сожалению, это все сложнее. Интересная очень сама идея, и неожиданная не только для театра, но и для самого Сокурова. Мне кажется, вообще сегодня, как бы это сказать, как ни странно, кинематограф приближается к человеку, а театр немножко отдаляется от человека. Поэтому, мне кажется, что сегодня большой и великий кинорежиссер, и, может быть, другие кинорежиссеры, могут привнести в театр что-то свежее, новое. И хотелось бы вообще делать то, что не делается в других театрах. Не потому что в других театрах делается не то, что надо, а просто надо искать свое, не хочется повторяться, дублировать или быть похожими. Продолжение следует...